Добрый вечер Ну вот действительно, современный стол отличается от того, что мы кушали в детстве, продукты были натуральные, и все же, как сделать так, чтобы праздничный стол был и вкусным, и полезным? Ну здесь в первую очередь, да, как вы уже и сказали, нужно выбирать нам полезные продукты, максимально натуральные, а чтобы все это дело было вкусным, нужно использовать специи, приправы. Допустим, если мы говорим о продуктах полезных, натуральных, то есть это все-таки какое-то нежирное сорта мяса, это индейка, курица, и любое блюдо можно сделать вкусным при помощи соуса и приправ. И это блюдо при этом будет диетическим? Разве можно кушать соусы? Можно, конечно, соус же может быть не как мы всегда привыкли, соус это майонез, это может же быть растительное масло с добавлением в него ароматных трав, лимонного сока и тому подобных вещей. То есть соус это не только тяжелая пища, но соус может быть абсолютно любым. А где лучше всего приобретать полезные, качественные продукты? Мясо тоже, мне кажется, что на рынке пичкают чем-то. Ну, на мой взгляд, все-таки продукты лучше приобретать на рынках. Все же на рынках. Да, мы приобретаем продукты на рынках, потому что там, во-первых, можно посмотреть, как это, что, из чего состоит, ну, уже опытным взглядом, и понять, какое мясо лучше брать, какое не брать, так же, какие продукты лучше брать или не брать. На мясе, раз уж остановились опытным взглядом, дайте несколько советов. Вот у меня-то взгляд неопытный, но как правильно мясо выбрать? Ну, мясо в первую очередь нужно посмотреть, чтобы оно было розовым на цвет, чтобы не было никаких на нем темных пятен, ну, и запах нужно приобретать. Ну, еще очень многое зависит от продавца, у которого ты покупаешь. У меня уже проверены продавцы-поставщики мяса, поэтому с этим проблем никогда не возникает. Я заранее звоню, говорю, мне нужно столько-то такого-то мяса. Для меня все это дело готовится, и мясо всегда свежее попадает. Расскажите о диетическом столе. А как сделать его вкусным? Потому что в моем понимании все должно быть пресное, ни сахара, ни соли, в общем-то, есть невозможно. Да, диетический стол, опять же, если смотреть классический диетический стол, допустим, выбираем диетический стол номер 5, да, что туда входит? Нет, это у нас и телятина, и курица, филе, и рыба нежирная, это у нас все корнеплоды, это у нас, соответственно, все специи неострые, масла туда можно добавлять. То есть абсолютно много продуктов, которые можем туда добавлять, каким-то образом их сочетая, получать очень вкусные блюда. Ну, в общем, получается не так дешево. Ну, получается цена... Даже дороже кушать правильно-то. Хорошее в априори, да, не может стоить дешево. Это же не фастфуд у нас, да, когда там, образно говоря, за 150-200 рублей можно там хорошо покушать. Вкусно. Ну, опять же, вкусно может быть и в кавычках здесь вкусно. Так, а ваша семья какой стол предпочитает? Мы предпочитаем все-таки натуральные продукты. Так как сам я родом из деревни, соответственно, продукты... Родственники присылают. Да, родственники. Так, хорошо, кто дома готовит, жена или вы все же тоже не прочь? Дома я готовлю, когда бываю дома. Так как дома я бываю достаточно, можно сказать, что редко, обычно домой прихожу поздно, уже еда вся готова. На пару или жареное, что там? Ну, всякое. Честно скажу, готовлю я всякое. Может быть и жареное иногда, может быть и на пару, может быть тушеное. То есть у меня нет такого, что строго одно готовлю. Когда хочется жареного, я беру и жарю. А расскажите, вот самое необычное блюдо, которое вы готовили за свою практику? Ну, вообще, я считаю, что необычное и интересное блюдо – это баран на вертеле, которого мы делаем. Целый баран? Баран одевается на вертел, жарится там 6-7 часов. История с ним тоже связана очень большая. Однажды заказчик попросил – хотим барана на вертеле. Никто в Алтайском крае его не делал. Пришлось изучить очень много информации, теории, собрать этот вертел. Но в итоге с поставленной задачей справился. И сейчас это очень популярное блюдо именно в теплое время года. То есть целый баран на вертеле жарится 6-7 часов. Вертель каким образом? Сами смастерили? Да, вертел он смастерил сам, вертел полностью автоматически. То есть он сам крутится, крутится. Нужно только подкладывать угли и все. Барана откуда взяли? Баран у нас идет и из Горного Алтая. Есть поставщики, которые очень свежих, вкусных баранов нам оттуда поставляют. Жалко барана, конечно. Конечно. В проекте «Шеф еда» вы не только общаетесь, делаете вкусные блюда, но всевозможные мероприятия проводите. Расскажите о самых интересных. Ну, самое интересное, на мой взгляд, мероприятие, это у нас было одно мероприятие прямо на производстве в цехе. То есть там нам нужно было организовать стол. Но считаю, что было таким достаточно интересным, потому что условия были нестандартные. Но вообще все выездные мероприятия в кейтеринге, они нестандартные. Почему мне нравится этим заниматься? Всегда приходится решать разного рода задачи. То есть нет похожих мероприятий. Каждая интересна по-своему и всегда всплывают очень интересные моменты. Ну вот из ближайших какие будут? Прононсируйте. Ну вот из ближайших у нас будут мероприятия, посвященные 14 февраля. Но февраля у нас будет ужин. Ну, об этом просто будет ужин. Все моменты я пока не могу рассказать. То есть меню не разглашаем. Меню пока не разглашается, локация не разглашается, концепция не разглашается. Но в ближайшую неделю вся информация уже станет доступной. Ясно. Вот сейчас очень много говорят о развитии гастрономического туризма. Как вы думаете, Алтайский край может претендовать на столь почетное звание? Да, конечно. Какие блюда могут стать главными? Алтайский край, на мой взгляд, это вообще житница массы продуктов. Начиная от меда. Потому что мед у нас очень ценится во всей России. Именно алтайский мед. Я был в Москве на рынках, и там этот мед, он не дешевый. И все говорят, что да, да, хороший алтайский мед. Дальше это различного рода коренья, ягоды. Допустим, вот тот же взвар из шиповника можно сделать. Это целый рецепт этого блюда. Он очень, так сказать, коррелирует с алтайским краем. Блюда из марала. Марал тоже ассоциируется всегда. Вот алтайский край, горы, Алтай. Множество блюд. Вот из марала мы можем сделать. Даже блюдо из хариуса. Хариус тоже, это алтайская рыба. Очень вкусная. Туристы ее всегда, которые из других Ереван, приезжают, пытаются попробовать. А достаточно ли у нас мастеров, которые готовы качественно приготовить, так, чтобы пальчики оближешь? Ну да, мастеров у нас, я считаю, что достаточно. У нас очень много в крае талантливых поваров. Мы с ними общаемся со всеми. На различных конкурсах мы участвуем всегда. Поэтому профессионалов я могу сказать, что да, достаточно в алтайском крае. А правда, что до того, как заняться кулинарией, вы совершенно иным делом занимались? Да, конечно, это правда. У меня очень такая интересная история. Вообще, образование первое у меня техническое, IT. Занимался всегда бизнесом в сфере IT. Но почему-то, сейчас я уже вспоминаю, мне бабушка говорила, ну, Леша, вырастешь, будешь поваром. Я этому внимания не придал. Соответственно, полтора года назад попал на кулинарный мастер-класс. Стало интересно. Один мастер-класс, второй мастер-класс. Потом уже попал на обучение. И вот так меня, сказать, затянуло в эту профессию. Сейчас сменил род деятельности. И занимаюсь тем, что нравится, получаю удовольствие. Как вы считаете, эта профессия, она востребованная? Я считаю, что да, эта профессия в наше время очень востребованная. Потому что, ну, покушать люди всегда любили, а вкусно покушать тем более. Угу. Ну, не каждый сможет стать шеф-поваром при этом. Ну, я считаю, да, это нужно... Какие-то должны быть определенные навыки, чувство вкуса, наверное, элементарно. Это нужно, во-первых, желание большое иметь, к этому всему, да, остальное все приложится. Желание вкусно готовить. Покушать — это одно, готовить — это немножечко другое. И человек, который есть желание, у которого готовить, он будет это делать. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Шефер. Говорили мы о том, как вкусно и полезно накрыть праздничный стол. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok